Латвийское телевидение Артис Эрглес — внук знаменитой писательницы Зенте Эрглес. Его бабушка и Маргарита Староста были лучшими подругами. Артис рассказывает, Маргарита всегда общается с детьми на равных, как ребёнок с ребёнком. У неё были периоды, когда она собирала кактусы. Тогда в её доме, в то время она жила в Засулауке, все подоконники были кактусами. Потом она рыбок выращивала, потом марки собирала. Когда ей уже марки не хотелось собирать, она отдавала нам, детям, эти марки в то время. Это как раз показывает её определение нежелания взрослеть в полном понимании этого слова. Она даже, можно сказать, не особо была приспособлена к жизни такой, обычной, взрослой, нормальной жизни. Новый год Маргарита любила справлять у своей подруги Зенте Эрглес. Один год, это было в конце 60-х уже годов, бабушка как-то сказала, что в новогоднюю ночь нагадать с рябым петухом. Маргарита старость это приняла всерьёз. И пошла на базар, но на базаре были только белые петухи. Но она, как художница, недолго думала, принесла белого живого петуха домой и разукрасила его водяными красками. Теперь он был рябой петух и привезла домой. И потом в новогоднюю ночь гадали, а 1 января утром уже все спят, а он сидит на пальме и уже всех будит своим кикерику. Маргарита была единственным ребёнком в семье. Она часто оставалась дома одна, но не скучала, а сочиняла сказки о тех предметах, которые видела вокруг и рисовала к ним иллюстрации. Если бы Маргарита поддалась давлению матери, то стала бы зубным врачом. Но, к счастью, её отец — агроном. Сам когда-то мечтал стать художником, а потому и интерес дочери к искусству всячески поддерживал. Потом была Академия художеств и история любви. На пленере в Швеции Маргарита познакомилась с голландцем Герретом. Было это в 1937-м. Молодые собрались пожениться, но в Латвии поменялась власть. Затем началась война. Только в конце 70-х Геррет снова нашёл Маргариту. Правда, в Голландию её не пустили. Пара поженилась с 93-м. Вот их свадебное фото. Вместе они прожили 8 счастливых лет. Первую книгу Маргарита выпустила в 1942-м. Всего она написала и проиллюстрировала около 100 своих книг и примерно 40 книг других авторов. Они пошли один год по грибы в середине 60-х. Было очень мало грибов. И чтобы себя как-то в лесу развеселить, бабушка начала рассказывать рассказы о грибах. Маргарита староста говорит, что это уже надо нарисовать. Так появилась первая их совместная книжечка «Лабы сэймаминя». У Маргариты есть дочь, два внука и внучка. Последняя стала героиней сказки, когда староста и Эргла собрались в командировку в Африку. Внучка Маргариты староста Евеня тоже хотела ехать в Африку. Но, конечно, никто маленького ребенка не пускал тогда с собой. А мы же знаем как. И тогда вот получилось так, что бабушка сказала, что ты не волнуйся, Евеня, мы тебе напишем книжечку о своем путешествии и ты будешь там главным герой, как будто бы бывала и в Африке. И как вот вспоминает Маргарита староста, то с того момента, с этой книжечки, Евеня уже в школе звали «Африка с Евеня», африканская Евеня. В 2007-м один из внуков Маргариты Нилс сфотографировал ее за работой. Сейчас эти фото выставлены в Имманской библиотеке. Такое светлое, такое близкое, я даже не могу понять, почему это так, да, наверное, потому что мы все с детства читали эти книги. И нам всем эти герои очень близки, и они всегда нас очень радовали. Наверное, поэтому. И посмотрите на Маргариту староста, да, она сама очень светлый человек. Через год после того, как были сделаны эти фотографии, у Маргариты случился инсульт. С тех пор она не ходит и не принимает гостей. Но она много читает, а еще она не одинока. К ней приходят внуки, за ней ухаживает Эва, героиня ее сказок. А дочь сейчас пишет книгу о своей удивительной маме. Яна Рубинчик, Данис Лацис, Латвийское телевидение.